Хотя Кавказ входит в состав России, Кавказская нация никак и ни по каким критериям не может входить в русскую нацию. Руссолизация Кавказской нации для кавказцев абсолютно неприемлема. Александр, в последнее время набирает очень мощно обороты русская трибуна. Ребята приходят, поддерживают бойцов, славян. Не всем это приходится по вкусу. Там выкрики русские вперед и так далее. Как вы относитесь к такому явлению, как русская трибуна? И хотели бы, чтобы вас на поединке поддерживали? Мы поддерживали уже. Зараз делился на Мото, когда я дрался. В принципе, вы положительно относитесь? Ну да, положительно отношусь. Знаешь, тут надо глубже смотреть. Тут просто сейчас вообще такая бельберда у многих в голове. Хорошо, что тут есть Гаджи. Гаджи у нас дагестанец. Значит, простой вопрос задам. Дагестанец на национальности или нет? Да. Нет. Какой он на национальности Гаджи? Русский. А, нет. Русский. А, нет. Россия, безусловно, многонациональная страна. Ядром России является однозначно русская нация, которая состоит только из граждан русской национальности. Как мы знаем, Кавказ тоже со своими лицами кавказской национальности, которых продолжительное время граждане русской нации и национальности изгоняли к себе на родину, на Кавказ, входит в состав Российской Федерации. Хотя Кавказ входит в состав России, кавказская нация никак и ни по каким критериям не может входить в русскую нацию. Руссоализация кавказской нации для кавказцев абсолютно неприемлема. Кавказ имеет веками сформировавшуюся культуру и нацию, которая отличается от русской нации, и она состоит из семи северокавказских республик плюс Грузия с Азербайджаном. Это и есть кавказская нация. А остальной бред, который несут некоторые русские спортсмены и депутаты Государственной Думы, в том числе и Хамзаев Султан, является личным мнением каждого, которое не имеет никакого отношения ни к Кавказу, а тем более ни к истории Кавказа. И наша новая кричалка на трибунах – это «Вперед, Кавказ!» Дави на газ! Ну, он же Лизгин. Лизгин. Посмотри, вот Дагестан – это как такой маленький пример. Вот я русский по национальности. Также есть определение «русская нация». Люди просто путают нация и национальность. Нация включает, вот русская нация включает в себя и дагестанцев, и чеченцев, и русских, и куча-куча еще понимаешь, у нас много национальностей, но это «русская нация». И когда ты кричишь «русские вперед», ты кричишь «русские по нации» или «русские по национальности», это нужно понимать. То же самое в Дагестане. «Скрепом» является в Дагестане. Как общаются между собой? На каком языке? Все дагестанцы общаются на русском между собой. Ну, понимают они себя, понимают они себя. Если они не будут, это же уникальная часть вот суши, на которой 36 диалектов, правильно же я говорю? Я, честно, ну да, много. 36 диалектов, 36 национальностей. И если бы они все общались на своем языке, они друг друга не понимали. Понимаешь, то же самое происходит в России, когда люди, не понимая, не зная разницы между словом «нация» и «национальность», так же как «расист» и «нацист» и еще так далее, переворачивая все в угоду тем, кто эти алгоритмы им закладывает в уши. Понимаешь? И они вот это говорят. То есть, ну, опять же, это только положительно. И на самом деле, ACA, мне очень нравится, как руководство ACA по этому поводу говорит. Они понимают положительный момент от этого. Это же положительный момент. появление русской трибуны. Ну, так или не так? Они довольны этим или нет? И Лига Исей, естественно, довольны. Вице-президент Лиги Исей, Ламбек Гладаев говорит. Я слышал его интервью. Русские вперед. Правильно. Кавказ вперед. Говорит, Кыргызстан, Алга, Таджикистан, Бапеш. Слушай, ну, опять же, когда ты говоришь, я тебе еще раз говорю, русский вперед, это и Кавказ. Кавказ в составе России? Конечно. Так вы знаете, я вам даже скажу пример. На предыдущем турнире бился Саламу Абдурахманом против Криса Ханиката. И русская трибуна поддерживала Саламу. Мы это тоже обсуждали со Сламбеком в пост турнира. Вернусь к поединку между...